Функциональная диагностика в Москве. В то же время, функциональная диагностика существенно дополняет различные методы визуализации, рентгенографию, УЗИ, эндоскопию, КТ и МРТ. Функционально-диагностические исследования используются во всех без исключения областях клинической медицины, однако наибольшие распространения Они получили в кардиологии, ревматологии, неврологии, пульмонологии, безболезненности и безопасности исследований, возможностях неоднократного повторения в динамике, отсутствии возрастных ограничений. Доступные цены делают функциональную диагностику в Москве очень востребованной и повсеместно распространенной. Функциональная диагностика ФД – самостоятельное диагностическое направление, объединяющее в себя многообразие методов исследования. Состояние организма путем регистрации и интерпретации различных объективных физиологических показателей параметров дыхания электрической Активности сердца, сердечного ритма и тонов от электрических потенциалов нейронов и миоцитов и дыры. Закрывающая круглая скобка. Функциональная диагностика имеет свои отличные от инструментальной лабораторной диагностики задачи. Функциональные исследования предоставляют сведения о компенсированности или недостаточности той или иной функции Т. Е. О сохранности либо потере функциональной способности органа. При этом функции организма могут исследоваться как в покое, так в условиях специальных физических или медикаментозных нагрузок. Классификация методов и с учетом принципов, лежащих в основе получения диагностической информации, выделяют электрофизиологические исследования кардиоваскулярные ЭФИ и ФИ нервно-мышечной системы и методы изучения биомеханики и физиологических процессов, суточное мониторирование от ФВД и дыры. Закрывающая круглая скобка. Иногда к функциональной диагностике также причисляют УЗИ. Кроме этого, функциональные методы делятся на исследования, проводимые в состоянии покоя, например ЭКГ, спирометрия, ЭГ и нагрузочные. Исследования Велоэргометрия Тридмилтест ЧПКС Спирометрия Сбранхолитиками ЭГ С пробами В зависимости от области и цели исследования различают методы исследования Сердечно-сосудистой системы Электрокардиография Ритмокардиография Фонокардиография Халтеровской Мониторирование и дыры Система кровообращения Риография Риоэнцефолография Динамическая флеботонометрия Нервной и мышечной системы ЭГЭ Электронейрография Электромиография Пер Внешнего дыхания Пикфелуметрия Спирография Бодиплетизмография И так далее Антардуардинальная монометрия Аноректальная монометрия Сфинктерометрия Мочевыделительные системы Урофелуметрия Цистометрия профилометрия зрительного, слухового, вестибулярного, анализаторов, визометрия, аудиометрия, вестибулометрия, дыры составы тела, биоэмпидансометрия, состояние плода, кардиотокография и ПР Показания в целом Функциональные исследования решают три основные задачи Диагностическую выявление отклонений в работе органов и систем Лечебную выбор тактики лечения Контроль эффективности медикаментозной или нефармакологической терапии и прогностическую предположение О развитии и исходе заболевания Тесты функциональной диагностики могут выполняться как пациентам, имеющим различные отклонения в состоянии здоровья, так и практически здоровым людям Например, физически здоровым взрослым людям рекомендуется ежегодное проведение ЭКГ в рамках ЧК программ ЭКГ входит в перечень обследования спортсменов, беременных пациентов перед любыми хирургическими вмешательствами Для решения вопроса о правопригодности лиц, связанных с авиацией, космонавтикой, войсками специального назначения, МЧС или допуски К вождению транспортных средств требуется регистрация и анализ электроэнцефалограммы В рамках медицинских осмотров рабочих, подвергающихся воздействию локальной или общей вибрации, осуществляются следующие функциональные Тесты исследования вибрационной чувствительности, холодовая проба, РВГ, аудиометрия, электромиография Исследование ФВД требуется работникам производств, связанных с воздействием пыли, аллергенов, летучих химических соединений и так Далее во всех перечисленных выше случаях регулярное проведение теста функциональной диагностики позволяет своевременно выявлять ранее Признаки профессиональных заболеваний, своевременно проводить профилактические и реабилитационные мероприятия, ограничивать, либо Не ограничивать годность к выполнению профессиональных обязанностей Определенные виды функциональной диагностики имеют свои специфические показания Кардиоваскулярные ФИ основаны на регистрации электрических сигналов, исходящих от сердечной мышцы и сосудов Обычно обследование сердечно-сосудистой системы начинается с электрокардиографии в 12 отведениях, которые выполняются в покое Спектр показаний к исследованию очень широк ЭКГ может назначаться при подозрении на любую сердечную патологию пороки сердца, аритмии Иблокады, миокардит, сердечную недостаточность и БС и ее осложнение для подбора и оценки эффективности фармакотерапии, мониторинга Состояние пациентов, перенесших операции на сердце, в ТЧ, акшистентирование коронарных сосудов Поскольку стандартная ЭКГ фиксирует электрическую активность сердца лишь на протяжении нескольких сердечных циклов, некоторые нарушения Сердечные деятельности могут остаться незамеченными В этом случае прибегают к суточному мониторированию ЭКГ Стресс-тесты, такие как велоэргометрия, тридмил-тест, через пищеводная электрокардиостимуляция, медикаментозные пробы и дыры Позволяют диагностировать ЭБС, произвести оценку ее тяжести, выявить скрыто протекающие нарушения ритма сердца, которые не удалось Зафиксировать на ЭКГ покой Через пищеводное ЭКГ выполняется в том случае, когда исследование через грудную стенку не дает достаточной информации для постановки диагноза Фонокардиография и ритмокардиография играют вспомогательную роль и интерпретируются в совокупности электрокардиограммы Эфи нервно-мышечной системы предполагает регистрацию импульсов биоэлектрической активности головного мозга, оценку передачи сигналов От нервок мышцы и их распространения по нервным и мышечным волокнам Электронейромиография используется для оценки функционирования периферического нейромоторного аппарата при травмах спинного мозга Нейроинфекциях, демиолинизирующих заболеваниях, невритах, миопатиях и дыры Патологии С целью оценки проведения нервных импульсов в восходящем направлении осуществляется исследование вызванных потенциалов в ответ на Электрическую стимуляцию периферических нервов Электроэнцефалография и реоэнцефалография являются методами оценки функционального состояния головного мозга Запись в ЭГ может производиться как в состоянии покоя, так и в условиях дополнительных функциональных проб фотостимуляции, аудиостимуляции, гипервентиляции, депривация сна и т.д. В некоторых случаях осуществляют ночной, дневной или суточный ЭГ видеомониторинг ЭГ находит клиническое применение для диагностики неврологических, психических и речевых расстройств Наиболее информативное ЭГ для выявления эпилепсии Реоэнцефалография незаменима для получения информации о состоянии церебрального сосудистого русла и кровообращения при атеросклерозе Вегетососудистой дистонии, ЧМТ, мигрениях, головокружениях и ДР Исследование ФВД включает в себя спирографию, пикфлоуметрию, пневмотохографию и плетизмографию В функциональной диагностике эти методы используются для оценки риска развития и диагностики бронхолигочной патологии Контроля за течением заболеваний, хоббель, бронхиальной астмы, подбора лекарственных препаратов, вынесения экспертного заключения при определении трудоспособности При планировании операции на органах дыхания ФВД проводится для оценки степени операционного и анестезиологического риска Противопоказания теста функциональной диагностики не имеют возрастных ограничений и практически не имеют противопоказаний Не допускается проведение исследований с нагрузкой в период острых инфекционных заболеваний Также невозможно их выполнение у больных, находящихся в бессознательном состоянии или не понимающих предъявляемые инструкции Исследование ФВД не проводится пациентам с кровохарканием и легочным кровотечением, устрым инфарктом миокарда, свежим инсультом, гипертоническим Кризом из-за опасности спровоцировать жизнеугрожающую ситуацию Определенные ограничения к проведению функциональных исследований могут создавать травмы и открытые раны на тех участках тела, на Которые необходимо наложить электроды Применение гольчатых электродов при НМГ не рекомендуется у пациентов с ВИЧ-инфекцией из-за высокого риска инфицирования медперсонала Выполнение некоторых диагностических процедур может быть затруднено у детей раннего возраста пациентов с высокой степенью ожирения И психическими отклонениями Наличие имплантируемого электрокардиостимулятора значительно изменяет картину ЭКГ в ТЭТ Часть может маскировать или имитировать ишемические изменения Интерпретация электрокардиограммы у таких кардиологических пациентов требует специальной подготовки специалиста Если пациент принимает какие-либо лекарства в постоянном режиме антиаритмические, седативные, бронхолитические дыры Об этом необходимо предупредить специалиста, проводящего функциональную диагностику Интерпретация данных, расшифровку и оценку данных функциональных исследований проводит врач функциональной диагностики Он сопровождает графические, качественные или количественные параметры, полученные в ходе диагностической процедуры, экспертным заключением Об отсутствии или наличии и предполагаемом характере нарушений В дальнейшем эта информация поступает лечащему врачу, терапевту, кардиологу, неврологу, пульмонологу, ревматологу, гастроэнтерологу, урологу и дыре Закрывающая круглая скобка Сопоставив результаты функциональной диагностики с данными других исследований Узкий специалист выставляет клинический диагноз Производит Или корректирует назначение Либо при отсутствии заболевания или выздоровления Дает рекомендации по образу жизни и дальнейшему наблюдению В стоимость функциональной диагностики В Москве функциональные исследования в различном объеме проводятся во всех без исключения лечебных Учреждениях, от кабинетов врача общей практики до крупных многопрофильных клиник Цены на функциональную диагностику в Москве очень демократичны и доступны пациентам разного социального статуса На стоимость конкретной процедуры влияет сложность методики, длительность и трудоемкость исследования, необходимость использования И класс специального оборудования Цены в различных столичных медицинских центрах могут варьироваться в зависимости от квалификации специалиста Организационно-правового статуса, престижности и месторасположения клиники